В пятницу, 13 сентября, 37-летняя Ксения Собчак и 44-летний Константин Богомолов официально стали мужем и женой. Их брак был зарегистрирован в столичном Грибоедовском ЗАГСе. К нему звездная пара подъехала на черном катафалке с надписью на автомобиле «Пока смерть не разлучит нас». Хочу заметить, что внимание общественности к персоне Константина Богомолова резко повысилось благодаря его громким отношениям, а затем и супружеству с такой харизматичной персоной, как Ксения Собчак. Чем же интересен Богомолов и как он приобрел свою известность, расскажу далее в данном видео. Константин Богомолов на сегодняшний день является известным режиссером и художественным руководителем театра на Малой Бронной. Он также является поэтом и писателем. В театральных кругах Богомолов приобрел статус скандального, но в то же время гениального режиссера, чьи постановки вызывают бурную реакцию широкой аудитории. Как отмечают театральные критики, у Константина не бывает скучных работ. Каждая вызывает много эмоций, как положительных, так и отрицательных. Константин родился в 1975 году в Москве в творческой семье киноведов и критиков Юрия Богомолова и Ольги Ульяновой. Также у Константина есть родная сестра Ольга. После окончания школы Костя поступил на филологический факультет в МГУ имени Ломоносова, а затем продолжил там же обучение в аспирантуре. Второе образование он получил в ГИТИСе, где выбрал режиссерский факультет. Педагоги уже тогда отметили незаурядный его талант и предрекали ему хорошие перспективы. После окончания обучения Богомола в некоторое время работал в МГТИ имени Чехова, где выполнял обязанности помощника худрука, а затем занимался режиссерской работой в Линкоме. Что же касается его личной жизни, то нужно отметить, что Богомола с 2010 года был женат на актрисе Дарье Мороз. Супружеская пара воспитывала дочь Анну, однако в 2016 году пошли слухи о проблемах в их семье. К тому же сами супруги везде появлялись порознь, а в 2018 году стало известно, что они развелись. Константин сохранил с бывшей женой хорошие отношения, они продолжают творческое сотрудничество. После расставания с Мороз Богомолова стали часто видеть компанией Ксении Собчак, что послужило поводом для новых сплетен об их романтических отношениях. Пикантности данной ситуации добавлял тот факт, что в то время Собчак была замужем за актера Максимом Виторганом. А в январе 2019 года в прессе появилась новость о том, что муж Собчак Виторган избил режиссера. Как оказалось, Ксения ужинала с Богомолом в одном из ресторанов Москвы, но там появился ее муж Максим. Вскоре перед рестораном произошла драка, в результате которой у Богомолова был разбит нос. После этого Собчак отказалась комментировать предполагаемую измену. Она лишь тогда сказала, что женщина имеет право спать и жить с тем, с кем она хочет. Однако официально о разводе Собчак и Виторгана все узнали лишь в июне 2019 года. После того, как пара подтвердила свое расставание, Собчак и Богомолов стали открыто появляться на публике. И вот настал день, который так ждали поклонники Ксении Собчак. Телеведущая вышла замуж за Константина Богомолова. А нам только остается надеяться, что у этой эпатажной пары действительно все сложится наилучшим образом. А вам спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал Цветностроение и до новых встреч!